Кадры прощания с Валерием Ивановым, погибшим в украинской тюрьме. На отпевание в церковь в родном для добровольца Северодвинске пришли и приехали однополчане и простые жители города. В разгар конфликта на юго-востоке Украины Иванов приехал в Луганск и был захвачен в плен. Но вместо обмена был насмерть забит надзирателями колонии во Львове. То, что показала экспертиза, мне кажется, шокировало даже бывалых. Поэтому сейчас будут предприниматься по дипломатическим каналам соответствующие шаги. Для того, чтобы международное сообщество в очередной раз на основе фактов убедилось в том, что киевский режим, конечно, находится вне правового поля. Вот кадры допроса его сотрудниками СБУ после задержания в 2015-м. Видно, что Иванова жестоко избивали, глаза едва открываются. Приехал помогать мне. А это фрагмент передачи украинского телевидения. Три года спустя в колонии строгого режима города Драгобыч Львовской области. Иванов получил 12-летний срок, но остался при своем мнении. В Донбасс он приехал защищать мирных жителей. Я не наемник. Это, во-первых. Я не за деньги иду. Чуть больше года назад Иванова должны были обменять. Он даже был в автобусе, в котором пленных привезли на линию разграничения. Но в последний момент списки были изменены. Вот как это прокомментировал полпред в контактной группе по урегулированию ситуации на эго-востоке Украины Борис Грызлов. Он был одним из тех людей, кого Украина обещала освободить и вернуть в Донбасс в декабре 2017 года. Валерий Иванов был в списках на обмен между киевской стороной и луганской стороной. Но Украина обманным путем уклонилась от освобождения. По официальной версии Киева, Валерий Иванов погиб в результате несчастного случая. Упал и ударился головой. Но в Следственном комитете возбудили уголовное дело по совершенно другой статье. К смерти российского гражданина привели пытки. Михаил Федорович.